Друзья, привет всем! В этом видео будет конкретика. Хотели конкретику? Будет конкретика. Поговорим о сложившейся ситуации, о кризисе, о важных вещах. Обязательно досмотрите это видео до конца. И перед тем, как мы начнем... Друзья, подпишитесь на мой канал по торговле, на мой канал по финансам. В прошлом месяце там вышло три очень важных видео. Видео о заработке в интернете, там просто я рассказал всю суть. Видео о моей закрытой группе по заработку и видео о кризисе. Там эти видео вышли. Обязательно их посмотрите. Я там все рассказывал, все показывал, что я делаю, что я покупаю. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Первая ссылка в описании. И обязательно посмотрите моих три видео. Ссылки я тоже оставлю на них в описании. Ну что, начинаем. Первый вопрос. Тарас, когда кризис? Ребята, уже кризис. Кризис уже идет полным ходом. С чем я вас и поздравляю. Вы знаете, что я ждал этот кризис. Кризис это время возможностей. Я очень долго к этому кризису готовился. Я ждал его, блин, в 19-м. Не было его в 19-м. Вот, наступил кризис. Как я готовился к кризису? Хранил кэш. Переводил все в валюту. Хотел еще продать недвижимость. Продавал. Не успел продать до кризиса. Ничего страшного. Но сейчас отличная возможность будет все покупать по дешевке. Сейчас все будет падать. Безработица будет расти. Малому бизнесу вообще будет жопа. И цель у меня на этом кризисе заработать 5 миллионов долларов. Вот такую я себе поставил цель. Сейчас время сеять семена. Сейчас время возможностей. Не время сейчас богатеть, а именно сеять семена, чтобы разбогатеть в будущем. Что я буду покупать? Прежде всего я хочу перевести часть своего капитала в акции. Я не знаю, как этот кризис повлияет на недвижку. Если повлияет, если будет недвижимость прям по очень привлекательным ценам, я себе куплю недвижимость. Но я сейчас ориентируюсь на покупку акций. Вот хочу большую часть капитала перевести в акции. Хотите конкретику? Я недавно купил акции компании Boeing, акции компании Uber по очень низким ценам. Потому что сейчас, да, с этим вирусом ситуация у них плачевная. Они сейчас на самом дне. И сейчас отличное время, я так считаю, я так считаю, покупать акции этих компаний. Именно транспортных компаний. Я вам сказал, что я делаю, а дальше выбор за вами. Смотрите, надо это вам или нет. Теперь вопрос. Через какой брокер я инвестирую? Я инвестирую через Interactive Broker. Я считаю, что это лучший брокер именно для нас, для жителей Украины. Жителям России в этом плане намного проще. Вы можете покупать акции через Тинькофф, через Сбербанк. Мы, к сожалению, еще до такого не доросли. Очень жаль, да, что вот Украина вот в плане диджитализации очень сильно отстает от России. Очень сильно. Также вы задавали вопрос по поводу индексных фондов. Ребята, я в индексные фонды инвестировать не буду. Говорю вам сразу. Почему? Ну, я считаю, что это слишком вот пассивный вид инвестиций. Это инвестиции для пенсионеров, для тех людей, которые вообще не хотят в этом разбираться. Я же в этом разбираюсь, я же в этом варюсь. Поэтому мне интереснее покупать акции. Мне интереснее владеть частью компаний. Понимаете? И плюс на акциях можно сделать Х10, Х5, Х3 за год можно сделать на акциях. Но можно и потерять. Индексные фонды вам будут давать там 10% годовых. Ну, это вот такой ленивый, ленивый вид инвестирования. И мне он не интересен. Короче, пока я молод, пока я полон сил, я буду инвестировать в акции. Теперь по поводу PAM счетов. Я туда не инвестировал. Я в этом не разбираюсь, скажу вам прямо, но там довольно-таки высокие риски. Я не советую вам туда залазить, тем более вот сейчас. Если выбирать между PAM счетом и индексным фондом, выбирайте, конечно же, индексный фонд. Там пассивный вид инвестирования и там пассивный, но индексный фонд намного стабильнее и намного надежнее. Теперь вопрос по валюте. Стоит ли сейчас покупать доллары? Ну, я бы не покупал. Ребята, я когда вам говорил покупать доллары? Перед Новым годом. В ноябре, в декабре. Вот тогда нужно было покупать доллары. А сейчас уже хрен его знает, что будет. Да, может быть, доллар будет стоить 100 рублей или 35 гривен. Может быть. Но сейчас уже поздно. Если вы на что-то откладывали деньги в валюте, то сейчас лучшее время для покупки. Пока они не начали там повышать цены. Уже начинают повышать цены на технику. Вообще, по поводу ваших сбережений, это только доллары и евро. Ребята, доллары и евро. Ваш неприкасаемый запас в долларах и евро. Не в рублях, не в гривнах. Забудьте. Забудьте об этом. И у вас не будет вопросов, когда покупают. Всегда покупайте. Всегда переводите в доллары, в евро. Вот и все. Я как бы и получаю все в долларах и в евро, да? Но если я вывожу деньги в гривне, там, с бизнеса, я вывожу, понятное дело, в гривне, я сразу же их меняю. Вот и все. Как я меняю? Иду в обменник и меняю. Меня вы часто спрашиваете, как менять деньги? Идете в обменник и меняете. А как менять электронные деньги? С помощью сайта BestChange. Заходите вот на этот сайт. Отдаете вы, к примеру, биткоины. И хотите получить кэш. Хотите получить нал. Выбираете наличные USD. Выбираете доллары. Дальше выбираете свой город. Вот я выбираю, к примеру, Киев. И вот у меня сайты. Я захожу на сайт, перевожу им один биткоин и получаю наличку. Приезжаю к ним или они ко мне приезжают и дают мне кэш. Дают мне доллары. Вот и все. Теперь вопрос по золоту. Сейчас, кстати, золото хорошо себя показывает, да? Золото сейчас держится, ценность сохраняется. Как я покупаю золото? В слитках, ребята. Я не покупаю золото на бумаге. Я покупаю золото в слитках. Вот так вот, друзья, выглядит слиток. 100-граммовый золотой слиток. Потому что если вы покупаете слиток на бумаге, да, вот у вас бумага, что вы владеете золотом. Банку жопа и вашему золоту тоже жопа. Может быть, как-то там его можно потом будет достать. Но зачем вам этот гемор? Вот ваше золото. Когда оно у вас в кармане? Я помню, раньше, когда я говорил, мама, я зарабатываю в интернете, у меня там есть деньги. Мама говорит, покажи мне кэш. Я не верю. Покажи мне кэш. Там у тебя, да, деньги где-то непонятно на ютубе. Деньги, когда они у тебя вот в кармане. Вот это деньги. Потом закрыли канал, денег нет. Забанили аккаунт, деньги пропали. У меня было там 200 долларов. Нету. В наличке. Вот. Вот ценность. А там где-то на бумаге, вы знаете, что я банкам не доверяю. Также были вопросы по крипте. Буду ли я инвестировать в крипту? Буду, но немного. Крипта для меня это высокий риск. Я туда буду инвестировать 5%. 5% от своего капитала. Но это много. У меня просто большой капитал. Сейчас цены довольно-таки высокие. Тем более кризис. Нужно посмотреть, как ведет себя крипта в кризис. Я планирую покупать биткоин, когда он будет стоить ниже 3 тысяч. Если он будет всегда выше 3 тысяч, я не буду пока покупать. Потому что у меня сейчас есть крипта. Я ее храню. Я инвестирую в долгую, вы знаете. Если будут для меня выгодные цены, я буду брать. Если не будут, не буду брать. Все просто. И последний вопрос. Вопрос по хайпам. Ребята, сейчас в хайпы, в пирамиды не инвестируйте. Сейчас кризис. Кто сейчас застрял в каких-то хайпах, выводите бабки. Выводите. Я вам говорил, выводить деньги еще месяц назад. Сейчас в кризис людям нужны деньги. Люди будут выводить. Они будут останавливать выплаты. Много было вопросов по B2B. Я в B2B не инвестировал. Но вот у них была последняя такая глобальная рекламная кампания. Это значит, что им уже жопа. Это вот они хотят выжать последние соки с клиентов. Понимаете? Не инвестируйте. Сейчас нужно выводить деньги. Я не знаю, какая там сейчас у них ситуация. Но вот они уже должны закрываться. Они уже должны останавливать выплаты. Но, ребята, это мое мнение. Это лично мое мнение. Можете меня слушать, можете не слушать. Берите на себя ответственность. Но я вам советую с пирамид сейчас забирать деньги. Может, B2B и переживет кризис. Я, конечно, очень в этом сомневаюсь. Но вдруг, да, что-то они там придумают и переживут этот кризис. Но я так не думаю. Но это, опять же, мое мнение. Но лучше всего перестраховаться. Вы потом мне еще спасибо скажете. В кризис храните деньги при себе. Не где-то там, на каких-то сайтах, да, вам нужен кэш. Потому что ситуация может, блин, с этим вирусом непонятно куда зайти. Нужен сейчас кэш. Так что послушайте мой совет. На этом все, друзья. Надеюсь, это видео было полезным. Оставляйте ваши вопросы в комментарии. Подписывайтесь на канал по торговле. Первая ссылка в описании. Там будет еще много интересных видео. Буду рассказывать о заработке в интернете. Конкретно буду рассказывать о партнерских программах. Потому что людям очень интересна эта тема. Не забудьте подписаться на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем финансового процветания. Больших денег. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok